Мне в этом году 45, и я так слушаю эту тему по поводу экспертности и думаю, что в чем-то я соглашусь, что с возрастом то, что с вами, то, что в базе вашего опыта профессионального и в плане разнообразия опыта руководителей, в плане экспертизы в разных направлениях, она остается с вами. Очень часто говорят, жизнь быстро меняется, много чего происходит, в самом деле это так. Я пару лет назад для себя решила, что мне еще в одной области полезно было бы получить новую экспертизу, активно занялась тема, связанная с дистанционным обучением, казалось бы, в общем-то, тема для молодых, как-то я вообще не считаю себя пенсионеркой абсолютно. Поэтому, значит, у вас финиширующее мое выступление, я знаю, что многие из вас устали, поэтому я сейчас буду делать такое быстрое, красивое зарисовку, и мы с вами подискутируем на эту тему, если у кого-то есть вопросы, с удовольствием на них поотвечаем. Для начала я хотелось бы понять немножко аудиторию. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто из вас работает в сфере, связанной с торговлей, с розничной или с оптовой. Больше половины, отлично, спасибо. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого у вас в компании так или иначе используются какие-то форматы дистанционного обучения. Больше, тоже почти у половины. Отлично, хорошо. Итак, у меня несколько таких пунктов, давайте мы по ним пройдем. Буквально пару слов. Я человек из бизнеса, последние 4 года работаю в качестве консультанта, бизнес-тренера. Может быть, кто-то из вас из HR встречал мою книжку «Оперативное управление торговым персоналом», несколько лет издательства Питера ее издавала. Потом, знаете, как бывает? Ощущение вот этой нарастает, псевдо чего? Вот этой. Вот, да, вот у меня был какой-то момент такой, что я все понимаю, все знаю про персонал. Я написала эту книжку, а потом, спустя 5 лет, я ее перечитала, поняла, что поверхностно, много чего не так, надо бы переписать. Книжка легла на полку, уже несколько лет лежит. Ну, потому что, знаете, есть такой психологический момент, чем глубже ты погружаешься в предмет, тем больше рядом областей для тебя незнакомых, либо более сложных комбинаторики. И, в общем, книжка лежит. Значит, тема, связанная с системой обучения, я бы хотела вот этот момент, да, привязки новых инструментов в существующую в компании систему обучения. С чего бы я хотела начать? Хотела бы я начать вот с этого, что когда мы говорим о системе обучения в компании, на самом деле мы начинаем с того, что изначально важно и принципиально построить то, что можно оцифровать, в том числе к требованиям, чего должны знать и уметь наши сотрудники. Поэтому перед тем, как говорить о том, что мы строим систему обучения, очень важно понимать о том, какие требования у нас к квалификации каждой должности на каждом рабочем месте. То есть очень простые штуки. Что должен знать, уметь и что должен делать сотрудник на рабочем месте. Ну и для этого есть куча очаровских процедур, которые вы знаете. И я вам в качестве иллюстрации хотела бы показать ролик. Можно? Узнайте, пожалуйста, голос за кадром. Для того, чтобы бизнес работал как задумано, нужно распределить всю работу среди сотрудников, а значит создать организационную структуру компании. Она может быть разной. Чаще всего это функциональная структура, где каждое подразделение занимается задачами по своей специфике. Ну, скажем, коммерсанты закупают, а дело продаж продает. Когда мы описываем организационную структуру, то мы строим некую модель. Это наше умозаключение, как все должно работать. Перед каждым функциональным подразделением стоят разные задачи. И, соответственно, требования, какие именно сотрудники-специалисты в нем должны работать, могут отличаться. Описание, чем именно человек должен заниматься на конкретном рабочем месте, в конкретной должности, как раз и называется должностной инструкцией. Итак, у нас есть должность, есть должностная инструкция, и если вакансия открыта, значит пора искать кандидатов. Несколько вопросов, с которыми мы сталкиваемся. Как понять, кто из потенциальных кандидатов подходит к этой должности, а кто нет?